МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале «Красная линия» Наш взгляд на главные события в России и мире. Смотрите сегодня в информационной программе темы дня. Курс, который обозначили Ельцина, Гайдара и Чубайцы, провалился полностью. Он привел к войне, которая сейчас полыхает. Он привел к потере базовых отраслей производства. Только левый поворот. Коммунисты представили программу, с которой кандидат от КПРФ Николай Харитонов идет на выборы президента. Олигархи получили 1,5 трлн рублей доходов. У них доходы растут лучше и больше, чем у нашего народа. А вот бюджет сократил дефицит на 1 трлн рублей. Большая разница. На брифинге в Госдуме коммунисты отметили, что реальное положение дел в стране мало соответствует заявлениям властей. Это первый в мире реактор-основка четвертого поколения, который у нас в Российской Федерации возводится по нашему российскому проекту. И это все то, что сделано сейчас, сделано нашими российскими специалистами на наших заводах полностью отечественными. Специалисты «Росатома» начали монтаж первой части корпуса быстрого реактора четвертого поколения «Брест» в Томской области. Первая экономика в Европе – рост доходов населения в 2024 году. Заявления на уровне сенсации, которые не соответствуют действительности, уверены коммунисты. О реальном положении дел в стране депутаты фракции КПРФ рассказали на брифинге в Госдуме. Одно из главных достижений прошлого года – рост экономики России более чем на 3%. И первое место среди экономик Европы. Это первое место довольно условно, потому что по объемным показателям мы вышли всего лишь на 2021 год. На уровень 2021 года. А то, что в Европе первые, ну потому что европейская экономика опустилась ниже, чем наша. Официальные источники сообщили, доходы населения в 2024 году выросли более чем на 5%. Коммунисты отметили, что годом ранее они просели намного значительнее. И сейчас уровень жизни россиян соответствует уровню 2022 года. Надо сказать, что олигархи получили полтора триллиона рублей доходов. У них доходы растут лучше и больше, чем у нашего народа. А вот бюджет всего лишь сократил дефицит на 1 триллион рублей. Так что олигархи получили больше, бюджет получил меньше. По словам коммунистов, более серьезно следует заняться импортозамещением. Минувший год показал, что и в условиях умеренной инфляции цены растут как на дрожжах. Пример – дизельное топливо и яйца. Поставки запчастей для сельхозтехники из США, Европы и особенно из Китая, который нарастил объемы в 2,5 раза, беспокоят российских машиностроителей, которые опасаются, что их вытеснит с внутреннего рынка. Мы, коммунисты, говорим, что нужна вторая индустриализация. Да, чтобы мы производили все сами. Но как производить все самим, если на сегодняшний день экономика только может перейти в стагнацию, потому что ключевая ставка 15%. Тревожными назвали коммунисты новости с фронтов цифровизации. Депутаты сообщили, что в Генпрокуратуру направлен запрос о проверке указа Департамента здравоохранения Москвы об аудиозаписи приема пациентов. То есть женщина, сидящая на гинекологическом кресле, должна знать, что все ее жалобы и все ее рассказы врачу могут быть записаны и потом украдены, опубликованы. Человек, пришедший к проктологу, тоже должен понимать, что все будет записано и при той дырявой системе, а напомню, порядка 100 утечек крупнейших персональных данных, аудиофайлов, электронных файлов произошло только за вторую половину прошлого года. На наш взгляд, это действие абсолютно незаконное, это действие противоречит не принципам врачебной тайны и принципам сохранения пациентской тайны. И, безусловно, то обращение, депутатский запрос, который направлен в адрес Генеральной прокуратуры, мне кажется, должен расставить все точки над «и». Более тревожно оценивается ситуация с системой дистанционного электронного голосования. Скоро выборы президента, а встреча с разработчиками системы, которую обещали в ЦИК, откладывается. В работе системы по итогам последних выборов в Московской области выявлены сбои. Наш представитель в Тверской суд представил доказательства подмены файлов ДЭК, несоответствия протоколов итогов строчек данным ДЭК и несоответствия данных той утилиты, которую представила Центральная избирательная комиссия. Ну и совершенно свежая новость, это то, что сейчас провел тренировку ДЭК Центральная избирательная комиссия, оказалось, там появились бюллетени неустановленного образца. Это как? По положению ДЭК есть действительные и недействительные. А что значит бюллетени неустановленного образца, появившиеся в системе ДЭК, нам никто не объясняет. Россия не может быть каким-то образом побеждена на Украине. Страна настойчива и последовательно достигнет заявленных целей специальной военной операции. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году. Коротко о других новостях в стране и мире. Председатель Центра избиркома Элла Памфилова назвала делом чести для ведомства достойно провести предстоящие выборы президента страны. Согласно календарному плану ЦИК, выдвижение кандидатов от партий осуществлялось до 1 января. Агитация в СМИ начнется 17 февраля и продлится до 15 марта. Специалисты Росатома начали монтаж первой части корпуса быстрого реактора четвертого поколения Брест в Северске Томской области. Применение этих реакторов предполагает более высокую эффективность использования топлива, увеличенную безопасность и энергоэффективность. Белорусские военнослужащие проходят обучение в Центре боевой подготовки в Нижегородской области. В Минобороны России отметили, что впоследствии военные в качестве инструкторов будут внедрять полученный опыт в подразделениях вооруженных сил Республики Беларусь. Бундестаг отклонил резолюцию о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет «Таурус». Против поставок вооружения, которое так давно выпрашивал киевский режим, проголосовали 485 немецких парламентариев. Среди них те, кто раньше поддерживал украинских боевиков. Французские фермеры продолжают акции протеста против повышения налогов и сборов, с которыми сталкивается сельскохозяйственный сектор страны. Они сваливают навоз, ветки и отходы на городские дороги, жгут покрышки. Аграрии требуют снижения цен на топливо и корма для животных. Выборы президента – готовность номер один. В четверг в агентстве ТАСС прошла пресс-конференция руководства КПРФ, посвященная началу избирательной кампании. Коммунисты представили программу, с которой кандидат от партии Николай Харитонов идет на выборы. Участники пресс-конференции подчеркнули, у КПРФ есть команда, готовая сформировать правительство народного доверия и защищать интересы россиян. Основной вопрос, под знаком которого пройдут выборы главы государства – это вопрос войны и мира. В КПРФ подчеркивают, президентская кампания в России впервые идет в столь сложных геополитических условиях под вопросом суверенитет страны, как международный, как международный, так и внутренний, экономический. Сегодня главный вопрос – это вопрос войны и мира. И мы идем с миром, идем с хлебом, идем с добром, для того, чтобы помочь стране выйти из системного кризиса и той войны, в которую нам объявили натовцы и американцы, развязав ее на ридной Украине. Хочу обратить особое внимание, что от выборов в этом году зависит будет очень много. В выборах участвует почти полпланеты. Состоятся выборы у нас, президента, и в ноябре месяце в Америке. От этих выборов действительно зависит, каким образом дальше будет выстраиваться глобальная политика. Летом состоятся выборы в Евросоюзе, где 27 стран будут избирать 720 человек Европарламента. А вопрос отношений России и всех наций европейскими странами имеет принципиальные значения, тем более еще выборы пройдут и в Германии, и в Англии. Геннадий Зюганов напомнил, что в руководстве европейских стран сегодня все чаще говорят о подводных камнях капиталистической системы. Владимир Путин в свое время признал, что капитализм зашел в тупик. Но несмотря на это, подчеркнул лидер КПРФ, правящий класс России продолжает вести страну обанкротившимся курсом. К сожалению, прошедшие два года показали, что пятая колонна не дает выбраться из этого тупика. По-прежнему навязывают финансо-экономический курс, при котором невозможно эффективно работать. При ставке в 16% вы не решите проблему импортозамещения. При ценах, когда дорожают цены на бензин и солярку, на капусту и яйца, вы не обеспечите и не справитесь с тем, чтобы остановить вымирание страны. Она теряет полмиллиона граждан. Для этого нужна принципиально иная финансо-экономическая политика. Председатель ЦК КПРФ обратил внимание журналистов. Результатом совместной работы коммунистов, опытных производственников и ученых стала программа партии по преображению страны. В ее подготовке активно участвовал и кандидат в президенты Николай Харитонов. И мы вместе с Николаем Михайловичем провели три крупнейших финансового форума экономического и социального народа на Орловщине и получили реальный результат. Этот результат реализовали прежде всего народные предприятия. Наш совхоз имени Ленина показал в прошлом году лучшие результаты. По всем показателям прирост 20-30%, уплачены все налоги, средняя зарплата 120 тысяч, полная социалка и каждая вторая семья многодетна. Альтернативный взгляд на развитие страны – вот что сегодня отличает КПРФ от других парламентских партий. Геннадий Зюганов отметил, в рядах коммунистов много руководителей передовых предприятий. Николай Харитонов из их числа. Николай Михайлович – один из тех, кто еще в 27 лет был назначен руководителем крупного хозяйства и за все эти годы показал пример, как можно трудиться, сражаться, защищать родину и отставить ее. Вместе с ним идет большая, сильная, профессиональная команда. В стране растет запрос на левую повестку дня. С этой темы начал свое общение с журналистами Николай Харитонов. Он подчеркнул, россияне все чаще сравнивают советское прошлое и настоящее. И это сравнение не в пользу современной России. На самом деле, встречаясь буквально три дня, мы были на Хабаровске. Но народ невольно спрашивает, как так? У нас есть все. И невольно вспоминают советское время, после Великой Октябрьской революции, когда в кратчайший срок партии Ленина, Сталина, большевиков, буквально понимая, зная, что не избежать войны 41-го года, провели модернизацию, промышленное развитие, провели в кратчайшее время модернизацию всех линий народно-хозяйственного направления. Тяжеловато. Но встретили войну 41-го года и победили. Этот опыт сейчас как никогда актуален, отметил Николай Харитонов. В КПРФ уверены, выборы президента должны стать прежде всего соревнованием политических программ. Избирательная кампания этого года должна пройти так, чтобы, во-первых, консолидировать население страны. Во-первых, кто бы не победил на выборах, он обязан учитывать каждый голос, каждую программу каждого кандидата, только тогда мы можем консолидировать население потом. В нашей программе четко мы определились, заявили, поиграли в капитализм и хватит. Николай Харитонов идет на выборы с рядом принципиальных предложений, направленных на повышение качества жизни россиян и, в частности, на решение демографической проблемы. Ну а почему бы нам сегодня год семьи давайте беспроцентную суду давать молодым в первые 20 лет? И не квартира там 15, 25, 36 квадратных метров, а заранее 100, 120, 150 с расчетом на рождение 2, 3, 5, а может и 7 детей. Ну мы же прекрасно понимаем, через 30 лет кто будет громадную территорию России защищать, ту, которую предки нам защитили и добыли ее. Я думаю, что население поддержит и меня, и нашу программу. Ну а я по-спортивному говорю, когда едкий вопрос пытаются задать, вышел на ковер, борись, и будем бороться. Первый заместитель председателя ЦК Компартии Юрий Афонин вновь напомнил о трехдневном визите команды КПРФ во главе с Николаем Харитоновым на Дальний Восток. Он подчеркнул, нынешнее состояние макрорегиона – пример того, как больно ударил по стране курс, навязанный ей в 90-е. Хотелось бы отметить, что часто нам, наши оппоненты, в том числе и из партии «Единая Россия», пытаются рассказывать сказки о том, что, дескать, во время Советского Союза при социализме были какие-то глобальные проблемы, и сейчас Россия достигла высот. Но на примере Дальнего Востока посмотрите цифры, я несколько цифр просто назову, которые характеризуют то, насколько наша страна деградировала при капитализме, Дальний Восток потерял четверть населения за годы капитализма. Самое большое убытие, хотя оно есть во всей нашей стране. В два раза за годы капитализма уменьшилось количество пиломатериалов, производящихся на Дальнем Востоке. 58% пассивных площадей потеряно за годы капитализма, половина – производство мяса, и более половины – производство молока. Минувшее 30-летие больно ударило по социальной сфере. Сегодня коммунисты настаивают на принятии, наконец, комплексных мер поддержки семьи, и прежде всего многодетной. Если это многодетная семья, два года мы об этом говорим. Вместо закона, на котором мы настаиваем, который обеспечивал бы гарантии многодетной семьи, нам обещают указ президента. Мы согласны, пусть это будет формат указан, но очень хотелось бы, чтобы это сопровождалось выделением финансовых средств. Обрадовать вас не могу, потому что на 130 миллиардов сократилось финансирование даже материнского капитала. Поддержка молодежи – еще один важнейший пункт в документах, с которыми Николай Харитонов участвует в выборах. Программа КПРФ – это высокая стипендия, которая будет приравнена к МРОД. Это гарантия первого рабочего места. Это решение жилищного вопроса для молодой семьи. Это особая поддержка для молодых ученых, учителей, врачей, инженеров. Это бесплатный доступ к спорту, творчеству, культуре. Все это будет реализовано. На пресс-конференции коммунисты представили основные тезисы своего плана восстановления вооруженных сил страны. У нас есть план восстановления. Он во многом выполняется. Это и увеличение военных округов, и система управления меняется в лучшую сторону, как мы и предполагали в своем плане. И оргштатная структура сейчас на базе бригад, которые были нехарактерные для России соединения, дивизии восстанавливаются. Мы должны решить эту задачу. Должны разгромить фашизм и обеспечить безопасное, суверенное положение нашей страны на других стратегических направлениях. Особое место в программе, с которой Николай Харитонов идет на выборы, занимают предложения партии по развитию русской национальной культуры, сохранению традиций, отметила секретарь Союза писателей России Лариса Баранова-Гонченко. Если бы Николая Михайловича Харитонова не было, его бы надо было придумать. Но, слава Богу, он есть. И что хорошо, что он символизирует сегодня на этих выборах, кто бы за кого как ни голосовал. Он символизирует вот это коллективное соборное сознание, потому что все-таки действительно звание директора совхоза – это на всю жизнь. Это дорогого стоит. Мы оторвали, особенно нашу молодежь, от этого сознания, уважения и любви к деревне. Теперь это все надо возвращать. И Харитонов вот этим своим движением, он должен, ну просто обязан, морально победить. Завершая пресс-конференцию, Геннадий Зюганов подчеркнул, будучи частью, причем слабой частью глобального капитализма, Россия не сможет сохранить независимость и с успехом развиваться. Важно, чтобы это понимал каждый избиратель страны. Курс, который обозначен Ельцин и Гайдар и Чубайси, провалился полностью. Он привел к войне, которая сейчас полыхает. Он привел к потере в базовых отраслях производства. Почему Ленин победил? Потому что он предложил новый вариант. Почему Сталин победил? Потому что лень сталинская модернизация руководствовалась опережающим развитием. Но в основе лежала наука, образование, человек, героический труд и все остальное. Вот мы-то предлагаем. Вот это принципиальное отличие программы Харитонова от «Единой России» и всех остальных. Весь вопрос в том, что по зарез всем нужен новый финансово-экономический уровень. Всем нужен. В противном случае мы не справимся с этим вызовами. Полную версию пресс-конференции смотрите на сайте нашего телеканала и на партийных интернет-ресурсах. Главные новости и ежедневные программы смотрите на сайте нашего телеканала. А я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok